как правильно загрузить посудомойку в посудомойке есть два лотка верхний и нижний начнем с верхнего тут есть сам лоток и две боковые ниши в нишу мы можем складывать вот такого плана вещи плюс всякие ножи и черпачки справа ниша делится на две половинки вот их можно вот поднять и чтобы не мешали сложить здесь посуду лучше если же посуда мелкая ложим на дно опускаем вот эти вот штучки и соответственно можем сюда вот ложки вилки сложить также если необходимо эти полочки спокойно снимается они вот здесь вот на защелках соответственно вот эта полочка тоже может приподниматься и ее также можно снять при необходимости даже вот на самой вот этой нише вот нарисован нож нож видите для ножей вот здесь вот штучка такая специально так можно вставлять и вот здесь вот черпак всякие черпаки негабаритные ложки вилки так сказать самой же нише мы можем складывать вот на вот эти вот штыри если видите вот штыри всякие стаканы чашечки также вот здесь вот тоже есть штыри на которые можно складывать высокую посуду чтобы она не опрокинулась ну и соответственно можем просто вот здесь наискосок складывать чашки ложки глубокие тарелки вот как у нас сложено плюс крышки кастрюли если необходимо можно тоже сложить вот такая вот верхняя полка здесь соответственно ручка пластиковая синяя производитель не рекомендует что-то в нее складывать для мытья посуды так перейдем к нижней полке она полностью выдвигается если видите стоит на самой дверке так соответственно здесь опять же у нас есть специальные штыри они уже расположены немного по-другому для того чтобы мы могли вот так вот расставить посуду сейчас я вы ему этот лоток штыри как видите в одну сторону повыше в другую пониже и вот здесь вот эти вот первые вторые их можно сложить если необходимо чтобы можно было поставить что-то более габаритное сверху если же у вас много посуды и она вот здесь вот не помещается вы их подымаете вот эти два ряда штырей и расставляете уже вот здесь посуду еще дополнительно также соответственно мы имеем вот такой вот лоток интересный он предназначен для вот именно для ложек и вилок я вам показал на верхней полке как можно расположить вилки с ложками если их много собирается вот такой вот лоток и мы в него складываем и вон вот здесь вот красиво становится так на штыре вот эти все его можно поставить по центру тарелки по бокам ну или же сбоку поставить и тарелки с этой стороны выставить поскольку у нас посуда не очень много мы вот здесь вот ложим кастрюли кастрюли ложим под небольшим углом дном кверху расставляем всю посуду таким образом чтобы вода спокойно могла полностью стекать с посуды если же мы поставим кастрюлю вниз дном после мойки вы откроете посудомойку и увидите что в кастрюле будет вода вода причем даже с моющим необходимо в обязательном порядке ставить дном к верху причем под небольшим уклоном чтобы вот как пример вот здесь могла стечь вода полностью если же она будет тарелка лежать полностью горизонтально вот на дне будет опять же стоять вода в общем вот так вот